Я читаю из Ветхого Завета книгу Руфь. Глава первая. В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле, и пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женою и двумя сыновьями своими жить на полях маубитских. Имя человека того Елемелех, имя жены его Ноеминь, а имя двух сыновей его Махлон и Хелион. Они были ефрофяне из Вифлеема Иудейского. И пришли они на поля маубитские и остались там. И умер Елемелех, муж Наймини, и осталась она с двумя сыновьями своими. Они взяли себе жен из маубитянок. Имя одной — Орфа, а имя другой — Руфь. И жили там около десяти лет. Но потом и оба сына ее, Махлон и Хелион, умерли, и осталась та женщина после обоих своих сыновей и после мужа своего. И встала она со снохами своими и пошла обратно с полей маубитских. Ива услышала на полях маубитских, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб. И вышла она из того места, в котором жила, и обе снохи ее с нею. Когда они шли по дороге, возвращаясь в землю иудейскую, Найминь сказала двум снохам своим. «Пойдите, возвратитесь каждая в дом матери своей, да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мною. Да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище, каждая в доме своего мужа». И поцеловала их. Но они подняли вопль и плакали, и сказали, «Нет, мы с тобою возвратимся к народу твоему». Найминь же сказала, «Возвратитесь, дочери мои, зачем вам идти со мною? Разве есть еще у меня сыновья в чреве моем, которые были бы вам мужьями? Возвратитесь, дочери мои, пойдите, ибо я уже стара, чтобы быть замужем». «Да если б я и сказала, есть мне еще надежда, и даже если бы я сию же ночь была с мужем и потом родила сыновей, то можно ли вам ждать, пока они выросли бы? Можно ли вам медлить и не выходить замуж? Нет, дочери мои, я весьма сокрушаюсь вас, ибо рука Господня постигла меня». Они подняли вопль и опять стали плакать. И Орфа простилась со свекровью своей, а Руфь осталась с ней. Наимин сказала Руфи, «Вот невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам. Возвратись и ты вслед за невесткой твоей». Но Руфь сказала, «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой бог моим богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». Наимин, видя, что она твердо решилась идти с нею, перестала уговаривать ее. И шли обе они, доколе не пришли в Вифлеем. Когда пришли они в Вифлеем, весь город пришел в движение от них и говорили, «Это Наиминь?» Она сказала им, «Не называйте меня Наиминью, то есть приятной, а называйте меня Марою, горькою, потому что Вседержитель послал мне великую горечь. Я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками. Зачем называть меня Наиминью, когда Господь заставил меня страдать, и Вседержитель послал мне несчастье?» И возвращилась Наиминь с нею сноха ее, руф-моавитянка, пришедшая с полей моавицких, и пришли они в Вифлеем в начале жатвы ячменя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok